Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Константин Натанович! Добрый вечер, Юра! Рад вас видеть! А я рад видеть вас! Я вас узнаю! Я сегодня 8 часов катался на велосипеде, я ужасно... 8 часов! Вы взвешиваетесь до и после, вы взвешиваетесь? Да. Сколько вы теряете за один проезд? Ну, килограмм 2. Ну, это не шутки, вы восполняете водяной баланс? Я все время пью и утром кофе-мясо, вечером кофе-мясо компенсирую. Кофе-мясо это какая-то магическая комбинация? Нет, я имею в виду кофе и белки. Мясо макать в кофе, короче. Понял. Что сейчас происходит в штабе демократов? Как вы думаете? Вот нарисуйте умственным взглядом мне картину маслом и для всех наших зрителей, которые сейчас поднабегут, и, конечно, я не посмотрю и у вас на канале эту программу. Вот они сейчас сидят и корпеют над телом, так сказать, Джо Байдена. Что делать? Не совсем так. Оживлять или не оживлять? Не совсем так, Юр. Во-первых, сам Байден уже сказал, что 10 сентября он участвует. Как штык. Да. Живой или мертвый. Да. Наш Обама, Барак Сухейнович, сказал, что бывают накладки, что у него первые дебаты, которые он проводил, еще не обладая достаточным опытом, были провальными. И ничего страшного. А журналисты очень волнуются. Они говорят о том, что в штабе паника. В штабе не паника. В штабе... Вы не видели эту запись? Значит, все поздравляют, кричат, ура, хлопают. Говорят, что там кто-то выступал, какая-то милая женщина сказала, что какой вы молодец. Ответили на все вопросы. Так сказала, это его жена. Джо, ты был прекрасен. Нет, нет. Ты ответил на все вопросы. Ну, она, во всяком случае, значит, плагиатор тоже, как ее муж. Да, ну, может быть. Потому что это была доктор Джилл. Доктор Джилл Байт. У меня есть возможность, значит, в экспертном сообществе покопаться. Значит, два сообщения. Первое. Конечно, надо готовиться, если вдруг через 7 недель произойдет конференция. Демократическая партия. 7 недель осталось. Они побаиваются этой конференции. И, кстати, Байден проводил эти дебаты именно потому, что он боится, что ближе к конференции ему просто не позволят участвовать в выборах. Основная позиция, ну, паника и спуг, да, есть, конечно. Но основная позиция – ешьте, то дают. Значит, там есть еще одна история. Вот эксперты, пропагандисты начали раскручивать тему, что и Байден, и Трамп – глубокие старики. И что разница-то никакой. И это значит, понимаете, что вот они все-таки подготавливают возможность замены Байдена на всякий случай. Хотя, похоже, что заменить его никто не хочет, боится. Дело в том, что это авторитарная партия. Значит, вот этот элемент авторитаризма в ней очень силен. Мы с вами знакомы с явлением, которое носило название КПСС, Политбюро КПСС, Леонид Ильич Брежнев. Я по анекдотам, в основном, вы, конечно, были ближе. Да, 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 анекдоты – это лучший показатель всего этого. Мы знаем, что вот эти его поцелуи, там, чавканье при произнесении речей, забывчивость, любовь к медалькам – ну, все терпели. Потому что это авторитарная партия. Ну, не было альтернативы, не было, собственно говоря. Включил телевизор и все. А почему не было? Вот тоже, почему не было? Была альтернатива. Это у вас в столичных городах, а у нас телевизор, два канала. Первый канал, Брежнев, второй канал. Срочно вернись на первый канал. Была альтернатива, и когда прижало, они, видите, вон, нашли Горбачева после Черненко и Андропова. Альтернатива была. Так вот, они, вот эта формула, которая не произносится громко, но она присутствует. А она такая, ешьте, что дают. И понимаете, как средства массовой информации, которые повязаны обязательствами демократической партии, ну, у них выхода нет. Они там трепыхаются сейчас. Нью-Йорк Таймс там делает заявление о том, что пора подумать. Вот, но похоже, что пройдет вот эта паника, вызванная результатами дебатов. Формула, которая присутствовала уже вечером в день дебатов о том, что это катастрофа и что эксперты и члены демократической партии требуют замены, она не очень точна. А Майк Джонсон сделал предложение, вы, наверное, слышали, по поводу 25-й поправки. Это обращение фактически Кэмилла Харрис и к окружению Байдена. Значит, воспользоваться 25-й поправкой, которая очень удачно была применена в свое время. Вот. Но у меня ощущение, что этого не будет, конечно, сделано. Авторитарная партия не предполагает дискуссии. Ну, вот как Си Цзэн Пин. Ну, вот он принял решение, была очень хорошая схема в китайской коммунистической партии. Мена поколений, два срока отбарабанил на пенсию. А Си Цзэн Пин, ну, просто не захотел. Причем продемонстрировал хамство по отношению к предыдущему генеральному секретарю. И уходить на пенсию не захотел. Вот. Это правила, законы авторитарной партии, авторитарной власти. И тоже вот основное обсуждение вокруг возраста, вокруг того, что он там соврал. Есть возможность поговорить, была, с сторонниками, ну, левыми совсем. Я рассказывал вам, по-моему, я для них. Почему-то они считают, что раз русский, значит левый. Вот. Они считают, ну, вот позиция сразу после выборов, то плохо, плохи оба. Оба врали. Оба... После выборов, после дебатов вы имеете в виду? Да, 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 после дебатов. Оба врали, оба плохо смотрелись, оба старые, оба бесперспективные, оба никаких идей не вносят. Ну, это не так, конечно же. Но вот такая доминирующая позиция была. Вот. То есть понятно, что они в каком-то, ну, паническом, катастрофическом состоянии. Но и сейчас делается все возможное для того, чтобы сбить эту панику. И... Я не вижу, вы знаете. Я с вами соглашусь в том, что дисциплина у демократской партии, конечно, очень высокая. И подтверждением ее авторитаризма является тот факт, что ведущие развернулись на 180 градусов. Вот Джо Байден, каким он был на дебатах, таким он был за неделю до дебатов, и за месяц, и за год до дебатов, и за два до дебатов. У него были проблемы с, так сказать, связыванием мыслей риторическими разнообразными мнениями, приемами. А, кстати говоря, поэтому по поводу хороший эксперт очень выступил, как раз психолог. Значит, совершенно ясно, что он был обколот ботоксом. Ну, это он делает систематически. А ботокс, он производит два действия неприятных. Во-первых, это яд, и он проникает в то место, которое называется головной мозг. И, во-вторых, замораживание мимических мышц, оно очень сильно сказывается на вот этих когнитивных процессах, на процессах формулирования мысли, на процессах выстраивания фраз. И это очень связанный процесс. И вот эти психологи, они говорят, что чуть-чуть переусердствовали с ботоксом. Вы знаете, я бы адресовал психологов, если у вас есть с ними обратная связь, то я бы их адресовал к старым видео Джо Байдена. И они не сильно отличаются. У него вспышки агрессивности были всю жизнь, когда он разговаривал с так называемыми простыми людьми. Он заходил в какие-то концепции, которые никто не мог понять. В частности, об этом говорит Кларенс Томас в недавнем документальном фильме. Джо Байден был большим противником и неоднократно высказывал, я пользуюсь языком наших врагов, российские мысли. Плохо говорил про черных людей, причем подло плохо. Вот есть, как бы, говорят люди по недоразумению, говорят люди, которые хотят как лучше, а есть люди, которые говорят подло. Вот Байден говорил подло, обожал своих друзей куклок-слановцев. То есть, все эти истории известны были очень хорошо всем тем, кто его словословил все это время. И если бы, вы понимаете, все, кто принимает ботокс, имели бы какие-то послабления в мозговой деятельности, а да, действительно, ботокс делается на основе вот этого ботулина, который на колбасе заводится, да, зеленый такой вот, лещиня. Там, да, там типа хорошего мало, но он помогает, и в том числе он лечит. Если бы там было что-то не так, давно бы эту кампанию вывернули наизнанку. Вот мой американский опыт, мой, так сказать, вот правило, как бы, буравчика. Юр, вы не заметили, может быть, эту кампанию вывернули, и очень сильно. Мы с вами обсуждаем не путь развития государства, не разницу между большими налогами и маленькими, не разницу между капитализмом и социализмом. Мы обсуждаем, доживет ли Байден до конца дебатов. Я не вижу связи для полета мысли, Константин. Причем здесь концептуальные разговоры, которые, в общем, обсуждают все подряд. Мы с вами говорим на житейские достаточно темы, в которые вдруг вторгается политика. И у вас есть определенный опыт, у меня есть определенное понимание событий. Это способ отвлечения внимания от главных событий. Что именно? Дебаты? Начинать разговор о том, сколько лет Байдену, сколько лет Трампу. Я вам уже сказал, это установка, современная установка, уже действующая. Пагандистская кампания, демократическая партия. Они переводят разговор в эту область, подготавливая нового, красивого, на всякий случай, может быть понадобится, нового, красивого, молодого, 66-летнего кандидата вместо Байдена, если понадобится, если удастся. У них серьезная проблема. Через 7 недель на конференции демократической партии может произойти революция. Они, наверное, успеют потушить этот пожар. Который сейчас немножечко разгорается. А может быть не успеют потушить. И тогда на конференции развернется внутрипартийная дискуссия, как говорили в старые добрые времена. И в результате этой внутрипартийной дискуссии черти что может получиться у этих демократов. Дай бог, конечно, чтобы это все у них получилось. Вот эта революция, скандал внутренний. Но это может дать какие-то выбросы, всплески в сторону нормальной жизни, политической жизни. Мы с вами не должны забывать, что, во-первых, сейчас начало июля. Еще у нас июль-август, сентябрь-октябрь. Четыре месяца до выборов. А после выборов у нас с вами ноябрь, декабрь и почти весь январь. Еще три месяца. За это время Путин может захватить всю Украину. Иран может еще раз попробовать устроить этот фейерверк над Израилем. И я не уверен, что в этот раз, после того, как Байден сформулировал или демократическая партия сформулировала свою новую позицию, они будут перекрывать небо над Израилем. То есть все очень опасно именно сейчас. Я понимаю Майка Джонсона, который говорит, что... Ну вот он это и говорит. «Ребята, все очень опасно». Это может закончиться трагедией. Вот. С ним трудно не согласиться. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас поменять Джо Байдена, я не думаю, что... Ну, как бы используем термин здравомыслящий, да, для удобства диалога. Человек того или другого пола пойдет, хочет занять позицию президента Соединенных Штатов, когда перед ним стоит не процветание, а перед ним стоят две, как минимум, войны, четыре, как минимум, геополитических врага, серьезных, которые пользуются всеми обстоятельствами, практически не пропускают ни одного обстоятельства плачевного поворота в истории экономики или политики Соединенных Штатов. Кто сейчас? Какая Мишель Обама? Какой Гевен Ньюсом? Им нужно прийти после Трампа, когда страна процветает. А вот при Байдене взять, подхватить его знамя из ослабевших рук и идти вести в атаку людей, которые говорят, ты с ума сошел. Смотри, кто против этого. Юра, вы недооцениваете этих людей. Им не нужно процветающего государства. Нет, я говорю о том, что они не смогут соответствовать должности, даже в той степени... Им не надо соответствовать должности. Когда мы говорим о коррумпированных политиках, значит, мы должны понимать, но у них другие критерии. Они приходят, ну, бюджет Калифорнии трещит по швам. Понимаете? И Гевен Ньюсом ничего так себе там хорошо себя чувствует и претендует даже на роль президента. Другая логика. Ну, вот эта логика, которой вы привыкли или которую вы наблюдаете, логика Трампа сделать Америку опять великой, там, не знаю, думать о том... Это много работы, это много раздражительных факторов для Мишель было бы. Я думаю, что она уже привыкла к другому образу жизни. Она знает, как ее муж был занят, когда он был президентом. Я вот из этих соображений, чисто человеческих, нафиг мне это нужно, говорят они все эти люди. Пускай Трамп придет, пускай Трамп все починит, пускай Байдена бросим под забор, пускай он там сдохнет политически. Трамп четыре года побудет, а мы соберемся с силами и мыслями, и мы у него отожмем этот бизнес опять. Как вы думаете, что важнее для Байдена было? Деньги, которые он получал, его семья от Буризма, от Китая, или процветание Америки, благополучие, снижение инфляции. Это вообще никогда не было фактором его жизни. Он не попасть в тюрьму его. Вот, вот, вот. А вы говорите, что там они не захотят. Они захотят, какая разница? Из этого государства можно еще вытянуть какие-то, оно достаточно богато. Байден вынужден был зарабатывать нелегально деньги. Мишель Обама, Барак Обама, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон легально получают миллионы долларов, может быть, уже даже миллиарды у них есть в состоянии. Понимаете? У них разные весовые категории совершенно. Байден – крохобор. Те люди предлагают концептуальные идеи, им предлагают концептуальные гонорары вполне. Нету концептуальных идей у социалистов, но нету. Они приходят к власти, чтобы отщепнуть, понимаете, создать какой-нибудь инфраструктурный проект на полтора триллиона долларов, поделиться им с крупными корпорациями и отщепнуть от этих полутора триллионов долларов, сотню миллионов. Вот вся цель, понимаете? И предполагать, что там кто-то побоится. Я сталкивался с этой проблемой. Разоряющиеся компании, вот в 1994 году это было, разоряющиеся компании после МММ, там начали разоряться эти инвестиционные компании, в чем их разоряли следователи МВД. И оказаться во главе вот этой компании, в которой все уже рассовано по карманам, руководитель, который уже содержится в тюрьме, но еще немножечко осталось, как там какой-то движимости или недвижимости. Ну, это называется кризисные управляющие. Ну, просто конкурсы были, люди в очереди стояли. Они хотели попасть во голове такой компании, разоряющейся, для того, чтобы заработать. Особенно в условиях, ну, криминальных, когда им понятно было, что им помогать раздраконивать эту компанию будут следователи, получая свои там 50%. Вот. Вы недооцениваете как-то этих людей, социалистов? Ну, посмотрим. Осталось немного, конечно. Недолго осталось нам времени посмотреть на это все дело. Осталось до чего? Ну, до всего. И до конвенции, и до попытки засадить Трампа в тюрьму, и посадки Сива Беннона, который тоже сопротивляется сейчас очень яростно этому процессу. А там и выборы подходят. Но я хочу вас спросить по поводу вот таких вещей, о которых я могу спросить только вас. Вы когда-нибудь присутствовали на чем-то подобном тренингу, скажем, человека перед выборами? Вот у Байдена было 16 трениров, как нам сказали, и мы видели плачевнейшие результаты этой всей дрессуры. Я думаю, что они как бы координировали и лекарства координировали. Я даже высказывал идею, что мы могли где-нибудь пришлепнуть такое дозирующее устройство, которое впрыскивает ему этот его адерол, или какой-то там аналог, который позволяет ему быть бодрым и удерживать внимание. И заканчивает предложение. Ничего этого не сработало. Он как вышел в таком полусне на сцену, так кадры выскочили. Вот мы сегодня с Юрой Табахом говорили, и у него в программе, я посмотрел, срочно его набрал, говорю, давай поговорим. Там кадры были, где кто-то снял в зале после дебатов, как доктор Джилл за руку сводит Джо Байдена со сцены. Там очень маленькие ступеньки. И она его ведет, и он просто вот как завязанными глазами как будто идет человек, нащупывая вот окружающих ногой, нащупывая ступеньки. То есть это, ну да, я не соронник этих всех разговоров, жалко Байдена, ни грамма его мне не жалко, абсолютно. Но это то, что люди, тренировавшие его, видели на протяжении всей этой недели, когда они его гоняли там. Как происходят подобные тренировки? Собрали команду, которая должна была, она не могла принимать решение о том, что сделать ничего нельзя. Она должна была принять решение, вернее сделать так, чтобы он нормально выступал. У них была задача, которую они считают, видимо, они выполнили. Я много раз был на таких настройках. Меня настраивали несколько раз, когда это нужно было. Вы сильно сопротивлялись? Нет, ну это тяжелая работа, понимаете. Это вам говорят, что вот это там, улыбаться в этом месте неправильно. Или там, почему у вас глаз дергается? Ну это вот такие внешние. Ну если бы вы знали. Сидят психологи, которые рекомендуют там что-то сделать с руками, которым не нравятся, так сказать, движения рук. Сидят эксперты по тексту, по цифрам. Но он все забывает. Он сказал, что нам нужно ликвидировать медикер. Мы убили медикер, он сказал. Да, 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 убили медикер. А что он хотел сказать на самом деле? Откуда мы знаем? Мы знаем. Это болезненное состояние. Мы знаем то, что он хотел. Он хотел сказать, что мы убили ковид. Я думаю. Потому что это самый такой, такой вот дракон. Поскольку разговор-то был про медикейт и про Обамакер, и он хотел похвастаться, что они привели эту Обамакер. Ну вот тоже, понимаете, потерянные связи там. Он вспомнил часть фразы, видимо, но все вспомнить не смог. Ну старенький, тут тоже пожалеть надо человека. Нет. Роль президента Соединенных Штатов не очень большая. Значит, понятно, что команда все время... Он подбирает команду, не только он. Вот. И команда принимает решения. Но сказать об этом Дональду Трампу не очень большая. Обаме... Я вас верну к теме, которую я уже начал и которую, так сказать, хочу продолжить. Проблема главная не в том, что он плохо помнит. Он мог бы вообще ничего не помнить. Рейган, я думаю, испытывал похожие трудности. Там все же закончилось Альцгеймером. Понимаете? Команда. Собрать команду. И направление движения. Правильно. А здесь направление движения в ад. Пропасть. Понимаете? Вот эти вот безумные решения, которые вызывают инфляцию, остановку, там, развитие экономики. Когда снимаются санкции с самых отвратительных режимов, они, естественно, начинают действовать. Объявляются санкции и которые не действуют и действуют в противоположную сторону. Да. То есть тут главная проблема, Юра, главная проблема не то, что он дурачок, не все понимает и не надо все понимать. Проблема не в том, что он старый, а проблема в том, что вся его команда, вся концепция, которая реализуется им и его командой, она неправильно ложная. Она наносит ущерб государству, Соединенным Штатам. И говорить надо сейчас о том, о чем Трамп не успел просто сказать, или не все сказал. Это о состоянии экономики и политической системы. Кстати говоря, у меня возникло полное ощущение того, что у них были какие-то предварительные договоренности. я сужу. Знаете, почему? Потому что некоторые темы о них не касались. Ни Байден, ни Трамп. Вот эти суды. Суды над Трампом? Да. Просто эта тема была исключена. Вы хотите, чтобы я вам объяснил, почему они их не касались? Ну, попробуйте. Ну, потому что Байден может сделать вид, что он вообще об этом ничего не знает. А Трамп выглядел бы как жалобщик. Он не хочет выглядеть как жалобщик. У него достаточно претензий есть, и он себя останавливает в этом смысле. Но он не хочет говорить о том, что... Он говорит о общем преследовании политических противников при режиме Байдена. И это очевидно. Об этом люди знают. Это такая, как бы, тема, которая не... Сегодня не требует особого углубления. И потом он не хочет, так сказать, подставлять еще раз Верховный суд, который сейчас принимает достаточно дружелюбные и важные решения для будущего страны. Ну, это одна из версий, Юр, согласитесь. Потому что ясно, что для Байдена, который был настроен очень агрессивно, я бы сказал, злобно. Он первый начал ругаться. Вот. Для него это была бы хорошая тема, так сказать, преступления Траппа. Но он ее не развивал. И я думаю, что... Она такая обоюдоострая, конечно. Я думаю, что они договорились. То, что там существовала договоренность, в этом нет сомнений. Вот. У них были договоренности о правилах, безусловно, и это было широко известно. Кстати, договоренности эти, как говорят, пошли на пользу больше Дональду Трампу, чем Джо Байдену. И особенно то, что называется split screen, когда они были поставлены рядом, они стояли, как все видели, на общем плане, они были на расстоянии. Но на экране они были рядом друг с другом, вот как мы сейчас с Константином Натановичем. И в отличие от нас с вами, Константин Натанович, контраст был очень заметен. То есть Байден растерянное лицо, неуместная мимика, не в попад, открытый рот и живо реагирующий, всего на три года власти, чем он, с другой стороны, Дональд Трамп, который комментирует и не позволяет бросить мысль и говорит, вот я хочу сначала договорить о том, о чем мы говорили в предыдущем сегменте. И правильно совершенно делает, он брал в руки эту дискуссию, эти дебаты. И поэтому на следующий день как CNN мог их рядом поставить, это настолько было заметно и невыгодно для нашей стороны вот это сравнение визуальное двух людей. Понимаете, и какой был плач, просто я не могу успокоиться, не могу насладиться уже достаточно в который раз пересматриваю ролики и хочу найти самый лучший ролик, чтобы перевести его, пока это еще актуально для наших зрителей. Если кто-то мне подошлет, я буду только рад. Вот хороший, длинный ролик. но там столько сумбура было. Они оплакивают. Там было столько сумбура. В ходе реакции или в ходе дебатов? В ходе дебатов. Там они очень спешили, это не было состязания. Это было связано с вот этими двумя причинами. Во-первых, он неадекватен уже и с ним спорить. Я вывел войска из Афганистана. Понимаете? Вот. То, что там Трамп это подготовил, принял решение. Вот. И как вывел. Ну, то есть, это неинтересная дискуссия, понимаете? Это дискуссия, ну, с человеком не умным, не полноценным. Тем более, его надо было побеждать, и он был побежден. Невозможно, Юр. Невозможно. Невозможно. Вы против Америки, против 330 миллионов, нет, у нас 70 процентов посчитали, что Трамп выиграл эти дебаты. По вопросам, две трети против одной трети, что Трамп победил. У нас с вами есть неопределившиеся штаты и неопределившиеся граждане. Там вырос рейтинг Трампа, между прочим, в этих так называемых. В которых, которые составляют ни много ни мало 40 процентов избирателей. Вот. И основная задача республиканцев теперь каким-то образом мотивировать их прийти на выборы, потому что пока вот это разочарование в Пайтоне, это все-таки еще и разочарование в политической системе. Вот. И если вспомнить, что мы можем ожидать некоторую фальсификацию на этих выборах. Ну, говорят, что она всегда существовала. Всегда существовала, это административный ресурс, да, он всегда существовал. Не точно. Но как это было на прошлых выборах, когда там одна милая девушка признала, что проголосовала семью тысячами бюллетеней, которые она собрала в разных домах, подъездах. Вот. Это... За деньги? Не знаю. Я... Собирала за деньги? Не, ну это... Я знаю, что многие делают это бескорыстно. Я, по-моему, говорил вам, что вот эти автобусы в Аризону, там большая часть сторонников демократической партии добровольно участвуют в этом. вот им это интересно, они поддерживают. Они меня убеждали, эти ребята вчера, что Байт победил. Убеждали вас в дискуссии, в очной дискуссии, что Байт победил? Да, в очной дискуссии. Ну, я надеюсь, что вы их не разочаровали и сказали им, что выборы будут точно 6 ноября. Они пришли, для них 6-го. Да, я забыл. Для вас, друзья, 5-го, для них 6-го. Никогда не теряйте нити. Нити рассуждений. Слушайте, ну, в общем, конечно, это большая такая игровая площадка для тех, кто относится к политике как к игре. На самом деле ястребы со всего мира, стервятники, точнее, смотрят очень пристально. Эти стервятники есть и в Европе, они есть в Азии, они есть в Латинской Америке. И я вот сегодня с Юрой разговаривал, когда с Юрой Табахом, я спросил, ощущилась ли какая-то динамика, ощутилась ли какая-то динамика на фронте в Украине? То есть активизировался ли в связи с таким вот ну, минимальным, скажем так, пиар-кризисом и в американской политике Путин? Как Украина будет реагировать на эту ситуацию? Сейчас ясно, что не делать авансов и реверансов в сторону Дональда Трампа, честно говоря, это граница с предательством и потерей вообще минимальной поддержки в самом ближайшем будущем. Что вы думаете, должен ли сейчас Зеленский активизировать или просто договариваться побыстрее с Путиным на Байденовских условиях? Чтобы Байден объявить камеротворцем? Вот эта команда, которая вокруг Зеленского, они проданы Соросу демократической партии с потрохами. Значит, судя, вы хоть там и обратили внимание на то, что он сказал, что не хочет вмешиваться в процесс в Соединенных Штатах, но вмешивается очень активно. Зеленский? Да. Ну, Зеленский как бы он не может обвинять Трампа и идет, может быть, не прямо от него, но идет пропагандистская кампания, очень мощная, пропагандистская кампания, рассчитанная на украинское сообщество. Ну, на украинцев прямо в самой Украине, да. И в самой Украине, и в Соединенных Штатах. Вот. И слава Богу, что существует диаспора, это организация в США. Слава Богу, существуют взрывомыслящие люди, которые... Я был, кстати говоря, когда приезжал от Украины Саакашвили, тут, здесь, в Калифорнии, была встреча очень интересная. Была эта Надежда, вот, которую арестовали в России летчица. Савченко. Савченко, да. Вот, и они выступали, и украинское сообщество, ну, очень сильно ориентированно тогда было на Трампа. Очень сильно. То есть, там был такой, такая ярмарка, что ли. Разве Савченко была при Трампе? Я вот могу рискнуться, скандалиться, но может быть, может быть, это президентство Трампа. Ну, значит, это речь шла о выборах. Я просто помню, что на этом, на этой ярмарке, на рынке висели флаги Трампа, висели флаги демократической партии и призыв поддерживать демократическую, то есть, республиканскую партию. Вот, это было, ну, рядом с, я туда приезжал, это было в Сакраменто, это ярмарка, да, и я не думаю, что Саакашвили кто-то говорил по поводу, там, поддержки или Савченко Трампа, вот, но параллельно с их визитом была вот эта ярмарка, ну, на которой я просто видел очевидную совершенно поддержку республиканцев, украинцы очень, украинцы американские, очень умные люди оказывались. Интересно, что сейчас, конечно, мы видим здесь у нас массу людей, которые слушают нас из Украины, и украинцы, которые здесь живут, и те, кто родом из Украины, тоже очень близко к сердцу принимают все эти обстоятельства, и Украина оказывается сейчас в очень неловком положении перед, после этих дебатов в частности, и опять же, можно закрыть глаза на будущее Соединенных Штатов и говорить, пускай будет Байден, пускай продолжаются эти деньги, пускай какие-то слезы от них доходят до Украины, а все остальное как бы прилипает до, собственно, нужд военных, все остальное прилипает к рукам и американских политиканов, и лоббистов, и украинских политиканов, и лоббистов. В общем, это прискорбная картина, и я уверен, что когда Трамп говорит про 200 миллиардов долларов, он близок к сумме, потому что было 120 официальных, по-моему, около того, и потом 60, мы имеем 180 миллиардов долларов, его тоже говорят, что это неправда, но он, честно говоря, вот из моего опыта, я, он тот человек, которого я не очень склонен перепроверять, потому что он слишком часто оказывается прав, слишком часто, для меня это, честно говоря, загадка, я не знаю, он может увеличить, но я вот хотел проверить, кстати, не проверил, какой у нас продукт подорожал в 4 раза за время президентства Байдена, я не могу сказать, вы можете вспомнить что-то, что подорожало в 4 раза? Ну да, я видел эту, эту раскладку, вот, и бензин 2 раза подорожал, ну, там были продукты, которые подорожали в 4 раза, были, вот, естественно, я не помню, какие, но что-то сейчас нам подскажут наши. Да, вот я надеюсь, Савченко была при Обаме, нам пишут, Она была при Обаме, но избирательная кампания уже начиналась. Да, она началась в 15-м году, но мы сейчас не будем это, ее хронологию смотреть, у нее сложная хронология, потому что она в какие-то сроки сидела в тюрьме, в 14-м году она была все еще в тюрьме, в 16-м году, 25-го мая, ее поменяли на офицера, офицера в ГРУ, Евгения Ерофеева, Александра Александрова, потом она вернулась и стала она декларировать себя кандидатом в президенты в 19-м году, но в 18-м году, на выборы 19-го года, в 18-м году она начала себя декларировать, объявила, что пойдет, но 22 марта 18-го года была арестована по обвинению в планировании террористической атаки по свержению украинского правительства и она была арестована в Украине, ее выпустили 15-го апреля 19-го года, так что, вот такая интересная биография и очень, конечно, она неоднозначная, отдаем должное ее геройству, как пилоту самолета сухой Су-24, такая интересная вещь, короче говоря, с ней была, но сейчас у нас, конечно, мы можем говорить о том, о чем говорят все и о планах Трампа закончить войну, агрессию, выгодно ли вообще отдавать что-то ради мира на земле, какой-то часть Украины вообще вот здравый смысл подсказывает. Ну, там другая проблема, Юр, ну, это уже все ясно, остановка войны означает конец власти Зеленского и его команды, он с собой привел очень большую команду, это депутаты, слуга народа, огромное количество, это чиновники, это администрация президента, ну, представьте себе, все эти люди окажутся без работы, и не потому, что он плохой, не потому, что он там что-то не так делал, так устроено общество, оно не прощает трагедии руководителю. Гайдару все благодарны за то, что Россия стала, ну, рыночным, демократическим государством. Не все благодарны, мы знаем об этом. Я думаю, что мы все благодарны, но простить ему вот этот переходный период тяжелый, когда, ну, такой средний, знаете, инженер, который получал 120 рублей, ему хватало на жизнь, там, семью содержать, там, если муж и жена работали, а потом вдруг все это рухнуло, и пришлось инженеру, человеку с высшим образованием ехать покупать дубленки, челноком работать, везти в Москву, продавать на рынке, ну, это шок, понимаете? Это был не худший вариант, между прочим. Да, и не у всех это получилось, это получилось участие, а некоторые, и у меня есть много примеров среди знакомых, ну, если не голодали, то очень сильно ограничивали себя в еде. Но то же самое произошло в Польше. Мальцерович, который вывел Польшу из состояния аграрной провинции, там, Иперии, в состояние современного государства, поляки ему не простили, так сказать, вот этого периода переходного, то же самое произойдет с Зеленским. Никто ему не простит этой войны, при том, что он вял себя героически, конечно, и отказался следовать. В каком смысле не простит в таком случае? Ну, переизберут его. Я понимаю, но что там не прощать-то? Что не выиграл, но понятно. Это психологический момент, понимаете? Там придумывают, что не прощать. Придумывают, что он обещал выйти границам 91-го года, но не справился. Придумывают, что при нем погибло похоже, что 200 тысяч граждан Украины, причем, ну, лучшая часть граждан. Придумывают то, что он не смог договориться с ним. Но это не придумывают, это как бы их переговоры были достаточно очевидны, и что такое Путин было достаточно очевидно еще. Юра. Значит, если бы он начал заключать соглашение сразу, когда ему предложил Путин вот это Стамбульское соглашение, его бы тут же переизбрали, тут же. Простить ему соглашение, компромисс с агрессором, про которого говорили, ну, вы знаете, наверное, это определение Путина, я повторять не буду, и с ним провести переговоры, да еще отдать ему часть территории, понимаете, это катастрофа для Украины, конечно, психологически очень тяжелая, но и для Зеленского, безусловно, и никто не будет учитывать его совершенно героическое поведение, когда специальные бригады террористические направлялись в Киев для того, чтобы его просто убить, вот, и это известно, и этого никто учитывать не будет, будут учитывать Это не было очень громко, ликвидация этих бригад, вся эта защита, это как бы не было в мейстриме американском, это уж точно. Знаете, покушение на Иосифа Бростита, говорят, Сталин устраивал там раз 25-30, в конце концов Бростита поймал очередного человека, значит, который пришел с целью убить его, значит, и сказал, что я вас отпускаю, но вы должны передать от меня Сталину вот эти конфеты, нет, информацию, табак, герцоговина, флор, что он там 27 раз пытался меня убить, вот, и ничего не получается, я пошлю одного человека, и у него все получится, если Сталин не прекратит, понимаете, то есть, ну, тут говорят, что Сталин после этого, во всяком случае, Шибаршин, я в воспоминаниях, это руководитель советской разведки, говорит, что Сталин после этого отменил несколько групп, несколько покушений на Иосифа Бростита. Вы знаете, вот Байден тренировался для того, чтобы выступать на этих дебатах, у него была поддержка, там еще вышли какие-то 15 экономистов нобелевских, которые всех напугали еще раз Дональдом Трампом, кризисом, инфляцией и так далее, и так далее, все, отрыхнулись, пошли дальше, его тренировали. Дональд Трамп практически приехал с митинга, с ралли, приехал на этот, на эти дебаты, и практически с этих дебат он уехал на ралли в другое место, то есть, он себя готовил таким образом, он из тех людей, которые, им не нужна подготовка действительно для того, чтобы включиться он, как говорят в Америке, always on, он не уходит в режим, когда он расслабляется, там, газеточка, там, стаканчик скотча, там, друзья, ну, на самом деле, как все обстоят дела, ну, расскажи нам на самом деле, что ты думаешь. Этого момента, похоже, в его жизни нет. Вы провели интересную, то есть, не провели параллель, а вы рассказывали на радио Чикаго на днях Брумеру о том, что Валерия Ильична Новодворская, с которой вы были друзьями, вы говорили, что она себя полностью реализовывала в этой вот войне с режимом, которая, борьбе с режимом, которая, ну, для других людей, казалось бы, ну, это хорошо, вот, с девяти до пяти ты повоевал с режимом, потом ты пришел домой, стирочку запустил, там, ну, это американский, уже, то есть, ты начал, постирал, там, посуду помыл, там, перестерил кровать, сел, телевизор посмотрел, поел ужин, глядя в ящик, лег спать, утром опять бороться с режимом с девяти до пяти, вот, у нее этого совершенно в жизни не было, то есть, она, я увидел в этом параллель с Дональдом Трампом, потому что он, как бы, упоение в бою, это его атмосфера, да, он, 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 как бы, вот в этом живет, и есть конкретные в вашей жизни тоже примеры, которые для вас объясняют, что в этом нет ничего противоестественного. Валерия Ильинична совершила свой первый поступок с очень определенным желанием погибнуть. Она очень редкий тип человека, который умел отключать инстинкты, ну, вот, инстинкт самосохранения, и она это делала довольно часто, и, ну, это проблема, которая ее никогда не волновала, выживание, понимаете, она, там, скажем, выходила, даже вот в эти, ну, относительно вегетарианские времена Горбачева, она выходила на улицу со своими сторонниками драться с чекистами, драться, понимаете, и, ну, и делала это, так сказать, в той мере, в которой это ей было там необходимо. Я вам должен сказать, что чекисты очень хорошо понимали ее, так сказать, вот отношения к ним. Судебный процесс на Одноводворской, последний, это 96-й год, 95-й, 96-й год, это ельцинские времена, это полное управление со стороны Ельцина всей правоохранительной системой, понимаете, с ней боролся Ельцин, с ней боролась вся эта шобла, которая была вокруг Ельцина, вот, и она совершенно никогда ничего не боялась, но у нас с ней на этом мы и сошлись, понимаете, то есть вот отсутствие тормозов. Она же ведь, это удивительно, она в такой степени была не похожа на всех до одного правозащитников говорить о необходимости дезинтеграции Советского Союза, о том, что КПСС это преступная организация, КГБ преступная организация. Я очень хорошо помню эти времена правозащитники, диссиденты, самые крутые, они шарахались от нее. Григорианц, на самом деле, Сергей Григорианц, для того, чтобы объяснить свое отношение к Новодворской, они не могли так же радикально действовать и так же радикально говорить. Он считал, что она и говорила об этом, что она сотрудничает с КГБ. Как можно называть нашу коммунистическую партию КПСС преступной организацией? Как можно называть КГБ, которая защищает нас всех от американского империализма, преступной организации? У нее было полное понимание всей ситуации. То, чего не было у Андрей Дмитриевич Сахаров, икона правозащитного движения, икона, который вдруг выдвинул теорию конвергенции. Это теория, в соответствии с которой со временем капитализм и социализм срастутся, объединятся. Естественно, все правозащитники, все диссиденты с умным видом восхищались этой теорией. И был только один человек, Новодворская, которая сказала, это глупость, обыкновенная глупость, никогда концлагерь или ГУЛАГ не объединится за свободным обществом. И мы это обсуждали уже в демократические времена с Еленой Георгиевной Бонар, по-моему, в Соединенных Штатах даже. И она сказала, да, Лерочка была права, а мы ее не понимали, мы не доросли до нее, сказала Елена Георгиевна Бонар. Вот, она была одна, Галя Старовойтова в сентябре 91-го года вдруг, я даже не помню по какому поводу, сказала, что в России был только один политик, который хотел распада Советского Союза. Это Новодворская, который призывал к этому. И больше никто. Она говорила об этом негативно или позитивно, Старовойтова? Догадайтесь. Ну, как, я обняюсь свидетель, зачем мне догадываться? Ну, она объективно говорила, она считала, что это парадоксальная ситуация, но ни один политик. Советский Союз в сентябре уже фактически ликвидирован был. Горбачев оставался президентом без министра обороны, без председателя КГБ, без министра финансов, без премьер-министра. Все эти функции выполняли российские министры. Вот. Советский Союз перестал существовать прямо 23 августа 1991 года. Да, вот это, конечно, дата. Константин, но в принципе, смотрите, это вообще неразрешимая, конечно, задача для того, чтобы Россия стала другой страной, страной, которая войдет в семью народов на равных правах и с ней будут говорить не как страной, которая зарекомендовала себя как чрезмерно агрессивная просто часть Европы и Азии. Она должна распасться, она должна развалиться на куски, и это нехорошо для тех, кто борется за Россию против Путина и тех, кто борется за Россию в числе в команде Путина, для путинистов. То есть, как это примирить, я абсолютно не могу себе представить, но, честно говоря, позиция Новодворской в данном случае, она самая честная, на мой взгляд, и, конечно, Россия должна продолжать дезинтегрироваться, то есть, Советский Союз распался на... Тут проблема состоит в том, что это никак не зависит от желания или намерения, или даже призыва там Борового, Новодворской и даже Юрия Любарского. Юрий Любарский это кто у нас? То есть, это, извините, Юрия Дашевского, я просто вспомнил Сергея Любарского, вот, и никак не зависит. Он более влиятельный человек, чем я. Это автоматический процесс, он уже начался и уже давно идет, уже выступают там в регионах. Я не призываю ни к чему, я просто как бы размышляю на эту тему, выступают, да? Нет, надо призывать, Юр, Европейский Союз уже проводит... что не зависит даже от моих... Европейский Союз уже проводит... Мы должны к этому призывать, знаете почему? Потому что, если это процесс примет неорганизованный хаотический характер, то он закончится мелкими войнами, он закончится конфликтами, гражданской войной. А для того, что... Мир не хочет, чтобы Россия развалилась. Мир не хочет. Американцы не хотят. Да никто не хочет. Никто не хочет. Но существовать это государство может остаться существовать только в одном единственном случае, если она будет оккупирована, как Германия, ее аккуратненько разобьют там на четыре кусочка с возможностью со временем объединиться и на зоны оккупации. А во всех остальных случаях спонтанный процесс приведет к тому, что ее не будет этой России. Слишком большая разница между Германией и Россией. Россияне этого не допустят. Это один и тот же процесс, Юр. Это держава, которая покусилась на другие мировые державы, которая начала относительно глобальную войну. И когда эта война будет остановлена, если она будет остановлена, значит, эта держава будет восприниматься как агрессивная бандитская держава, которую нужно будет лишить права хотя бы временно лишить лишить права быть агрессивным. Понимаете? И для этого это мы с вами рассуждаем насчет оккупации. Но если оккупации не будет, а у меня ощущение, что никому не охота этим заниматься. Это значит, что доминировать будет спонтанный процесс. Ну, вот как сейчас в Дагестане бандиты, там полубандиты, там Кадыров, который бандит, но со своей армией, понимаете, не просто ИГИЛ там или ХАМАС. Вот. Или чекисты во главе регионов. Вы думаете, что у него больше и эффективнее армия, чем ХАМАС у Ахмеда? У модель российской армии 30 тысяч штыков, очень организованная, там тяжелая техника есть. Ну, это так сказать, он подготавливает, там тоже неясно. В начале переходного процесса он может принять решение о создании империи от моря до моря, а может принять решение быстренько как только возможно удалиться в одну из своих резиденций в Саудовской Аравии или в Эмиратах, там у него несколько или в Кувете, Катаре, там я не знаю. У Кадырова. Да. Вот. Он где-то мечеть построил за там 2 миллиарда долларов. То есть он в некоторых местах уважаемый человек. А может быть начнет сражаться за Чеченскую империю от моря до моря? По скольскому пути Пригожина может начать марш на Москву, например? Юра, еще раз. Пригожина толкнули ближайшую к Путину люди в этом конфликте с военными. Значит, это было желание Пригожина, вернее сказать, кукловодов, которые стояли за Пригожиным, нанести ущерб Шойгу и Герасимову. И Путин как разумный руководитель, глава мафии разрулил эту ситуацию, отстранил от власти одних, отстранил других, прекратил свору, а главные исполнители его просто по консенсусу просто убрали, чтобы с одной стороны он больше не экспериментировал с горячими экспериментами, а с другой стороны, чтобы он замолчал, потому что он собирался рассказывать, кто там ему помогал, кто стоял за ним, этого никто не хотел, вот его просто убрали, он выступал не против Путина, Александр Александр Боровой такой же, как Бит Байден, еле языком ворочает, эксперт, блин, у нас есть несколько здесь гостей таких я всегда очень радуюсь, правда, очень радуюсь, это значит, что они воспринимают меня врагом, это медаль такая на круть, понимаете, Путин выглядел испуганным, многие считают, когда он первый раз показался народу. он не выглядел испуганным, он выглядел, он любит, чтобы всеми процессами он управлен, понимаете, и разруливал их, но был какой-то момент, ну, испуга, не испуга, но он не все в этот момент контролировал, и этот Пригожин, ну, человек без образования, уголовник, который там закомплексованный, брошенный там отцом, психологическая картина этой личности Путину более чем была известна, он его привлек к бизнесу, к созданию ресторана, к созданию ЧВК Вагнера, для него это ну, проигрыш был, конечно, для Путина, пришлось отказаться от проекта или, во всяком случае, пришлось искать нового Уткина, нового Пригожина, для продолжения этого проекта, этот проект работает сейчас, они там название меняют, но они присутствуют в Судане, в Венесуэле, они очень активны. Они и в Мали, и в Буркино-Фасо, и в Еры, там это все происходит, может быть, это даже было, знаете, чем мы больше об этом говорим, тем больше я это вижу как достаточно недорогую операцию, которую мог бы сам и Путин произвести для того, чтобы имитировать как вот говорят, что он, говорили нам, что он вот умрет, говорят, что за ним носят чемодан с экскрементами, чтобы не попало в руки врагу путинскими экскрементами, в общем, все вот эти вещи нам рассказывают, а это можно было считать бы таким пиком изобретательности ГРУ, когда происходит операция, в результате которой, ну, потеряли пять вертолетов, как говорят там, да, пять летающих, летательных аппаратов. Мелочь, мелочь. Это мелочь, да, правда? И Пригожин, я уверен, появится каким-то образом, материализуется, даст нам сигнал. Я должен во всяком случае сказать, что папа Франциска очень похож на него. Есть даже такой мим, ходит по интернету, где Байден, коснувшийся лбами с ним, знак экстремальной, просто дружественных отношений, он пришел к римскому папе, который вообще в эволидном кресле перемещается сейчас, и к которому, то есть, общаться с ним можно путем целования его ботинок там или туфель, или перстней на его руках, а он прямо лбом колбук с ним соприкоснулся и сказал, Евгений Пригожин, таким я тебя и представлял, что-то в этом духе. Друзья, ну, мы как бы стараемся быть, поддерживать доброе настроение духа среди себя и среди вас, если что не так, извините, тролли, всегда заходите к нам в больших количествах, приглашайте друзей и подруг, мы даже можем с вами вступать в диалог периодически, но вы должны быть откровенными, чтобы мы вас не перепутали с каким-то приличным любознательным слушателем нашей программы. Ответы будут вам обеспечены, особенно за Константином Натановичем это не заржавеет, правда, Константин? Еще я и удовольствие получу, отвечаю на вам. Да, уже сказали тут, я думаю, что... Мне тут комплимент сделали, что я молодо выгляжу, я сегодня проехал 40 миль на велосипеде и 10 миль прошел пешком, 8 часов работы. Ну вот это... Я должен выглядеть молодо. Да. Друзья, всего вам доброго, Константин, мы с вами еще договорим, тут вопросы были по поводу того, не еврей ли был Борис Николаевич Ельцин, но сейчас не разговаривайте на эту тему, и Егор Гайдар до кучи следующего, я думаю, что это интересно многим. Мы узнаем всю подноготную от Константина Борового в нашей следующей программе. Всего доброго, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова